Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 27 марта вот сейчас забежала посмотреть температуру в теплице. И мне пришла в голову такая мысль. Сегодня утром, какой бы канал телевидения не включили, везде написано самоизоляция. Вы должны себя изолировать, никуда не ходите. И я подумала, а чем вот у меня не самоизоляция? Вот этот купол, он изолирует меня от внешнего мира. Так что можно неделю просидеть в теплице. Даю совет огородникам. Самый лучший способ самоизоляции от коронавируса, это вот наши теплицы. Поезжайте в садовый участок, заходите в теплицу, закрывайтесь на неделю и начинайте там работать. Это, конечно, шутка, но в каждой шутке есть доля правды. Вот эта свободная неделя, которую президент освободил всех от работы, можно с успехом посвятить огородным делам. И я первый раз в жизни поймала себя на мысли, что вот наша удаленность от центра... Я в прошлом году говорила, что у нас территория нетронутая от цивилизации. У нас термометра для грунта не найдешь. У нас даже конусов вот этих нет. Я всегда жаловалась, что мы так далеко от центра, мы так далеко от центра. Но оказывается, иногда минусы превращаются в плюсы. Вот эта удаленность от центра, вот эта нетронутость цивилизации позволяет жителям нашего региона, вот, например, Алтайского края, вообще не расстраиваться о коронавирусе. Скорее всего, он к нам не дойдет. Нет еще ни одного случая. Все случаи там в Москве, в Санкт-Петербурге, в крупных городах. Все-таки жить в провинции тоже имеет свои плюсы. Ладно, я сейчас буду работать в теплице. Все, что я сегодня буду делать, я вам покажу. До свидания.